В ближайшие десятилетия России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, в том числе и повсеместно внедрить технологию искусственного интеллекта и анализа больших данных, заявил президент Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции в начале декабря. Правительству поручено оперативно разработать законопроект об экспериментальных правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта, а также в ближайшее время утвердить стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Президент отметил, что цифровая трансформация в России затронет каждого человека и все уровни власти и позитивным образом отразится на качестве жизни людей. Это одна из пяти национальных целей развития страны. Ее важными задачами является упрощение доступа граждан и бизнеса к различным госуслугам и повышению уровня удовлетворенности их качества. Грубо говоря, общаться с органами власти, различными инстанциями и ведомствами должно стать проще, удобнее и быстрее. Долю массовых социально значимых услуг, в том числе здравоохранения, образования и госуправления, доступных в электронном виде, надо довести до 95%, а долю домохозяй с возможностью широкополосного доступа к интернету до 97%. В сентябре президент дал поручение всем главам регионов определить ответственных за координирование работ по цифровой трансформации в органах исполнительной власти. В Хабаровском крае им стал первый заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата губернатора и правительства края Александр Никитин. И этим утром он у нас в студии. Доброе утро. Александр Александрович, доброе утро. Рад вас видеть. Ну вот давайте разбираться. Цифровая трансформация. Если говорить простым языком, что это за понятие, что оно в себя включает, и как это поможет улучшить жизнь простых граждан? Он напрямую связан с улучшением жизни граждан. Мне кажется, это сама цель, комфорт граждан. Поэтому, как вы отметили, в первую очередь цифровые сервисы должны плотно войти с высокой долей участия в отраслях здравоохранения, образования, чтобы сервисы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане, наши люди, они были для них комфортными и доступными, в том числе и через мобильные устройства, через современные средства связи. Поэтому связано это напрямую с комфортом граждан. Но помимо комфорта граждан, мы должны понимать, что вся система обеспечения жизнедеятельности людей, это и органы власти, и вся бюджетная сфера, она в том числе в части своей системной ежедневной деятельности должна оцифровываться и становиться более современной и быстрой, выходить на другие скорости, что автоматически будет улучшать жизнь наших с вами граждан. А вот что касается искусственного интеллекта? За искусственный интеллект на данном этапе говорить сложно, он сейчас применяется в некоторых отраслях. Недавно мы видели крупных титанов в нашей стране в части цифровизации, платформы Сбербанк, внедрение искусственного интеллекта в сфере общения с людьми через колл-центры и так далее. Поэтому на это посмотрим. У нас есть задачи, скорее, краткосрочные, они относятся в том числе к стратегическим, надо достигнуть по ним хороших показателей. Это вот вплоть до простого комфортная запись к врачу в поликлинике, чтобы это было автоматизировано, удобно, и все люди могли себе это позволить, не затрудняясь. И для этого не нужно было прийти в поликлинику, отстоять очередь и так далее. Ну а наш регион вообще, насколько он готов и какие услуги уже массовые, социально значимые, они уже переведены в электронный формат? Вы знаете, на сегодняшний день у нас в стадии трансформации находится система образования, внедряются электронные дневники в части здравоохранения, также внедряются сервисы. Значит, у нас дополнительные сервисы появляются по голосованию по бюджетным некоторым статьям системы в сфере благоустройства. Значит, появился сервис на платформе «Голос-27», мы как-то здесь это с вами обсуждали, под названием «Люди решают», и о готовности в части внедрения цифровых сервисов мы говорить можем. У нас вот есть вопросы, связанные с цифровым неравенством в нашем крае. Это обусловлено большой территорией, наличием северных районов, не везде у нас доведены оптоволоконные линии связи. Вот эту проблему мы и занимаем. Что касается самих цифровых сервисов, думаю, что мы будем по России в числе передовых субъектов. То есть вот эта задача доступности интернета, наоборот, в малодоступных районах, населенных пунктов, где зачастую как раз-таки интернет, наверное, в первую очередь и нужен, именно электронные услуги. А как именно решается эта задача? Она решается совместно с представителями бизнеса в этой сфере. Это сетевые компании, всем известны, это и Мегафон, и Билайн, и МТС, и Транстелеком, и другие некоторые компании, Ростелеком, да, чтобы не забыть, это у нас так все, с которыми мы системно работаем и планируем ряд действий, нацеленных на то, чтобы в кратчайшие строки цифровое неравенство устранить. Здесь речь касается не только интернета, да, это и цифровое телевидение, это и интернет, значит, повышенная скорость, это современная его категория, мы знаем параметры, там, 2G, 3G, 4G сейчас часто обсуждаются, люди интересуются наряду с искусственным интеллектом системой 5G, поэтому внедряется она при участии государства в лице правительства Хабаровского края и бизнеса. Но все-таки цифровая трансформация, это во многом инициатива властей, это понятно, что это удобно, что необходимо устранить цифровое неравенство, но какие запросы идут снизу, то есть, может быть, просто элементарно в поликлинику записаться, да, чтобы было проще, чтобы было доступнее, чтобы было понятнее. Вот есть ли какие-то запросы от населения, которые, естественно, будут учитываться? Ну, это современный запрос от населения, я думаю, что не только в Хабаровском крае, но и в России, и в мире в целом, чтобы все происходило намного быстрее, чем происходит. У нас с приходом цифровых технологий все упирается в скорость, да, мы часто с вами обращаем внимание, что привыкая к хорошему качеству интернета, да, мы попадаем в какой-то отдаленный населенный пункт, где у нас интернет не работает, и мы должны вынуждены ждать минуты и более продолжительный срок для загрузки элементарной страницы, да, вот люди требуют быстрее. Поэтому все, что касается цифровых сервисов, записаться к врачу, как вы сказали, обработка, значит, сообщения, запросы и другие в образовательной среде работы, все лицензирования у нас сейчас, проекты запускаются, да, значит, все требует высокой скорости, я думаю, что это самый основной запрос. Вот, а самые первые задачи, которые необходимо в первую очередь, так скажем, решить, что это? Я думаю, что стратегическая задача – это устранение неравенств, это чтобы все были на связи для нашего края, значит, это приоритет номер один, пожалуй, на нем осталось. А вот какие-то сроки и критерии есть, по которым будет оцениваться эффективность внедрения трансформации цифровой? Сроки есть, они утверждены на федеральном уровне, более того, нам даны определенные преференции, в том числе кадрового. Здесь усиление у нас из подразделений существующих штатов сотрудников будет выделено в каждом городе, в каждом муниципалитете, если сотрудники ответственны за цифровую трансформацию, речь не идет об увеличении штатной численности, но люди будут выделены ответственные за это. Значит, по дорожной карте, определенной федеральным правительством и указу президента, да, у нас есть сроки, которых мы будем придерживаться. В течение следующего года уже намечены определенные шаги, и мы успеем все сделать вовремя. Мы желаем удачи в работе, потому что задачи действительно большие, серьезные, и мы надеемся, что все будет работать в итоге стабильно и эффективно. Спасибо вам большое. На студии был Александр Никитин, первый заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата губернатора и правительства края.